Несмотря на прогресс, библиотека будет нужна, пока существует человек. С ней связана культура книгоиздания, общение, восприятие текста, культура мышления. И главное ее назначение — быть местом, где люди общаются друг с другом, участвуют в духовной жизни, а не только потребляют информацию. Библиотека в поселке Совхоз имени Ленина была открыта в далеком 1956 году и пользовалась большой популярностью среди жителей. Сейчас в сельской библиотеке проводятся праздники, читательские конференции, интересные встречи. Их участниками в первую очередь становятся дети. В числе постоянных читателей сельской библиотеки и ученики средней школы поселка Совхоз имени Ленина. Я прихожу в библиотеку с радостью, выбираю книжки. Иногда мне попадаются такие интересные книжки, что я бражу, забываю даже отдать. Потом мне напоминают, и я их, к сожалению, отдаю. Я часто хожу в библиотеку и больше всего люблю читать книгу Баратино. Мне интересно читать тут книжки. И я очень часто прихожу сюда на летних каникулах, брать книжки. Но не только за литературными новинками или произведениями по школьной программе приходят сюда дети. Для ребят в стенах культурного учреждения проходят самые разные мероприятия. Здесь проводим какие-то конференции читательские. Дети делятся впечатлениями о прочитанных книгах. Сами с удовольствием читают отзывы о книгах по старшим детям. Мы встречались здесь с писателем, например, Постниковым. На днях младшие школьники были приглашены в библиотеку на встречу, посвященную сказочным героям. Она проходила в рамках районного конкурса «Самый читающий класс». Ребята с удовольствием отгадывали загадки, отвечали на вопросы ведущей, вспоминая народные авторские сказки. Дети узнали много интересных фактов. Оказывается, скульптура русалочки в Копенгагене не единственный памятник литературному персонажу. Среди увековеченных героев есть три поросенка, муха-цокотуха, царевна-легушка и многие другие. Мне понравилось очень, что сделали такое мероприятие. Мне кажется, мы все узнали много нового про памятники. Мне было очень интересно, потому что я их не видела, только я видела без телевизора, в новостях, что памятник русалочки. По окончании мероприятия школьники ознакомились с новой выставкой, организованной в библиотеке. Экспозиция посвящена технике докупажа и была дополнена картинами. Все работы представила местная жительница Анна Казанкова. К слову, выставки проходят здесь регулярно. У нас первоначальные были выставки вышивок наших рукодельниц, совхоза именно. Также у нас из других районов, из Видного у нас были, из Молокова, Солодарки. И мы сейчас уже привлекаем Москву. Уходить из доброго дома, как называют библиотеку сами дети, без книги не хотелось. Несмотря на то, что современную молодежь считает интернет-поколением, роль книги в воспитании и развитии юной личности остается значимой. Ведь она источник знаний, который ничто не может заменить. Никакие новинки техники не сравняются с ощущениями, которые испытывает человек, берущий в руки книгу. Книги всегда должны быть на первом месте. Надо читать книги, чтобы учиться разуму. Приставки, компьютеры, они портят глаза. Такое отношение к книгам сложилось у ребят благодаря родителям, педагогу и, конечно, сотрудникам библиотеки. Хотелось бы, чтобы эту любовь к литературе юные читатели пронесли через всю жизнь. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ. Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.